Здравствуйте! В студии Ирина Корчогина. В ближайшие полчаса вместе подведем итоги этой недели. Начнем. Горящительные напитки по праздникам и предложение внести алтайских пчел в Красную книгу. На сессии Алтайского Заксобрания парламентарии на этой неделе обсуждали несколько важных тем, которые уже вызвали резонанс. Моя коллега Анастасия Дороган расскажет подробнее. У алтайских детей-сирот теперь больше шансов разрешить квартирный вопрос. Сегодня депутаты КЗС приняли закон о праве сирот при достижении 23 лет на получение федеральных жилищных сертификатов, и это помимо краевых. Сумма федерального та же, чуть больше трех миллионов рублей, но критерии строже. К примеру, полное отсутствие судимости за жизнь или высокий для матери-одиночки уровень зарплаты. Почему мы оставляем свою региональную составляющую? Потому что мы предполагаем, вот у нас сейчас на очереди стоит 2634 человека, детей, достигших возраста 23 года. Поэтому мы предполагаем, что из этих детей, ну максимум, наверное, 30% будут соответствовать тем федеральным критериям. Главная интрига сессии была связана с темой горячительных напитков. До заседания дошла одна из двух инициатив, связанных с розничной продажей алкоголя. За три дня до этого с рассмотрения сняли вопрос увеличения времени продажи спиртного до 23 часов. Парламентарии одобрили закон, по которому в День Победы, День Города, района или села в крае не будут продавать спиртное. Предлагаемые меры, по нашему мнению, целесообразны, и они будут способствовать тому, чтобы праздничные мероприятия проходили в праздничной спокойной обстановке. Бурным выдалось второе чтение законопроекта о пчеловодстве. В частности, документ прописывает оповещение пчеловодов об обработке полей с химикатами минимум за пять суток. Одна из фракций во имя спасения пчел предложила занести их всех в красную книгу. Идея получила ироничные отзывы. А если вот человек перепутает там муху, пчелу или там осу и вдруг убьет, какая будет ответственность? От трех до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или штраф там миллионы рублей? Но депутаты вскрыли другую проблему. Не в каждом районе фермеры и пчеловоды умеют договариваться. Возможно, это обсуждение продолжат в будущем. У нас так и не предусмотрена обязанность пчеловодов извещать сельхозтоваропроизводителей о своем местоположении. У нас в законе нет обязанности пчеловода о предприятии мер по защите своего имущества. То есть мы известили об обработке пестицидами сельхозтоваропроизводителями, а он летки не закрыл. И еще один итог сессии. Органы местного самоуправления теперь могут заключать международные соглашения. Как правило, это будет касаться экономических вопросов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Скандал обернулся уголовным делом. Жилой дом на партизанской 70Б мог разрушиться из-за стройки вблизи здания. Дом все-таки признали аварийным и подлежащим сносу. А следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при возведении объекта. Напомним, почти две недели назад всех жильцов на ночь глядя эвакуировали из здания. Продолжит Юлия Щепина. Такие страшные трещины расползаются по квартирам дома на партизанской 70Б. Напомним, ранее в двухэтажке старого фонда ввели режим повышенной готовности из-за трещин в строительных конструкциях. Людей экстренно эвакуировали. Я пока это не началось, я не знала. Я работаю с 7 до 7 вечера, ухожу темно, прихожу темно. Так что мне как-то пока не началось все вот это. А пока люди в шоке и думают, где им теперь жить, специализированная организация обследовала дом и все-таки признала его аварийным и подлежащим сносу. По предварительным данным, все дело в этом строительном объекте. Здесь в непосредственной близости к фундаменту двухэтажки возводят многоквартирный дом с объектами инфраструктуры. В результате выполнения земляных работ и систематического намокания неукрепленного грунта вокруг котлована состояние двухэтажного дома ухудшилось. Тем временем, по результатам доследственной проверки, краевой следком возбудил уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Следствием проведен осмотр поврежденного жилого дома и строящегося объекта, изымается строительно-проектная документация, назначаются необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются сотрудники организации застройщика и подрядных организаций жильцы дома. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. А расследование уголовного дела продолжается. По чьей вине пошли трещины, еще предстоит выяснить. Что касается жильцов, их обещают расселить в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы. Остается надеяться, что их будущие квартиры будут хотя бы не хуже, чем в этой старой двухэтажке. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. На днях в Барнауле у нового белорусского трамвая сломался токоприемник. Это случилось на перекрестке Попова-Космонавтов. Об инциденте в соцсетях написали жители Барнаула. В мэрии пояснили, что во время испытаний нового вагона произошла поломка. Вагон оперативно отбуксировали в депо, проверили трамвайные пути и контактную сеть. Замечаний не нашли. В администрации добавили, что цель обкатки – как раз выявление и устранение технических проблем нового транспорта. И к другой теме. Алтайский медуниверситет на этой неделе фигурировал почти во всех СМИ. В суд передали дело о превышении должностных полномочий в МЕДе. Обвиняемым по делу проходит начальник отдела профориентации ВУЗа. В 2021 году он исполнял обязанности секретаря приемной комиссии университета. По данным следствия, мужчина изменил данные в компьютерной программе. А именно, завысил результаты сдачи вступительных экзаменов 17 абитуриентам. В результате чего претенденты, которые на самом деле выполнили успешно вступительные тесты, не смогли поступить на бюджетные места. Сделал он это, по данным следствия, из личных интересов, чтобы улучшить статистические показатели деятельности ВУЗа. После сбора доказательной базы следователи приняли решение арестовать автомобиль обвиняемого. А уголовное дело направили в суд Центрального района для рассмотрения. И еще одно громкое уголовное дело. Только в этом случае судебное решение уже вступило в силу. Более 5,5 миллионов рублей взыщут с бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края ВКЗС Стеллы Штань, а также экс-заведующий скандально известным детским садом Хэппи Бэби Елены Воротниковой. Это проценты от махинации субсидией. Два года назад мы рассказывали об этой схеме. В 2015 году Штань и Воротникова незаконно завладели федеральной субсидией на сумму 14 миллионов рублей, которые должны были пойти на развитие детского сада Хэппи Бэби. Похищенные деньги Стелла Штань вернула будущей фигуранткой уголовного дела. И Штань, и Воротникову тогда приговорили к условным срокам. Однако теперь прокуратура и Минэкономразвитие потребовали, чтобы женщины выплатили в казну проценты за пользование чужими средствами. Несмотря на то, что адвокаты пытались оспорить взыскание, Алтайский краевый суд с учетом позиции прокуратуры края оставил решение без изменений. К другой теме. Трагедия Белоярской крепости. Для восстановления музея под открытым небом в Новоалтайске ищут неравнодушных предпринимателей, людей, которые занимаются лесом и всех, кто может оказать помощь. 21 января пожар уничтожил дом приказчика вместе со всеми его экспонатами. Какие убытки понес музей, причина возгорания и что нужно для его восстановления, выясняла наша съемочная группа. Так в ночь на 21 января горел музей под открытым небом Белоярская крепость в Новоалтайске, а именно дом приказчика. Пожар начался около двух часов ночи. Сначала огонь бушевал внутри дома, а ближе к утру охватил все здание. Сам дом приказчика, то, что от него осталось, он был поделен на две половины. Здесь было крыльцо очень красивое. Тут было полностью воссоздано историческое пространство. Тут два помещения. В одном помещении была комната приказчика. Там была выставка оружия, доспехи, мушкеты, пистоли, сабли, шашки, одежда. А вторая половина была как женская. Там была воссоздана изба. Для посетителей дом приказчика открыли на новогодних праздниках 3 января. Гости могли почувствовать казачью атмосферу трехсотлетней давности, поучаствовать в мастер-классах, выпить чай из самовара и даже полежать на главном экспонате действующей русской печи, которая, кстати, по предварительным данным, и стала причиной пожара. Она, кстати, сохранилась. Скорее всего, может быть, перетопили, может быть, что-то конструктивное не доработали. На самом деле сейчас очень сложно такие вещи компоновать. То есть если мы сейчас живем в бетоне, то здесь деревянная конструкция очень-очень уязвимая. Напомним, крепость уже горела в ноябре 21-го года. Тогда пострадала одна из возведенных башен. Причина возгорания по факту аналогичная – треснувший дымоход. Башню до сих пор не восстановили. Проект очень интересный. Проект на самом деле очень важный. Именно основал Тайска, да, вот с этой крепости, да, с ее, ну, пусть это просто пока макет, да, еще и пострадавший. Вот начиналась история Алтайского края. Именно здесь могла образоваться будущая столица края, но ей стал Барнаул. Белоярскую крепость основали в 1717 году, как одно из первых русских оборонительных сооружений. Сегодня фонд ищет предпринимателей, готовых оказать помощь в восстановлении его копии. То есть, если у кого-то из крупных предпринимателей, да, есть возможность помочь, вложиться в это, ну, то есть не такие это большие деньги, вот, то мы, конечно, бы приняли эту помощь. Хотелось бы еще обратиться к людям, которые занимаются лесом. Если есть возможность оказать помощь именно лесом, да, ну, даже на дом приказчика это порядка, там, 40-50 кубов требуется леса там вместе с крышей, со всеми делами. Вот, то мы бы хотели, что, если такая возможность есть, если кто может такую помощь оказать, мы были бы очень-очень рады. А пока музей временно приостановил экскурсионную деятельность. Ущерб от пожара оценивают в среднем в 2 миллиона рублей. Трагедию, в которой сейчас находятся сотрудники музея, оценить невозможно. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. По средним показателям ввода жилья в Алтайском крае стало преобладать индивидуальное жилищное строительство. В 23-м году в регионе сдали почти полмиллиона жилых квадратных метров. Эксперты заявляют, инвестиция в землю становится все более популярной. Но какие проблемы существуют в малоэтажном строительстве? Каким подходом и компромиссом готовы и застройщики, и покупатели? Расскажем в следующем сюжете. На жилищном рынке Алтайского края стала преобладать частная застройка. Тренд на свой дом начался в 2016-м. За это время средние показатели введенных площадей в регионе выросли вдвое. И в 2023-м составили полмиллиона квадратных метров. С начала 2022-го в России растет спрос на частный дом и инвестиционные привлекательные земли. Если обязательно построить дороги, сделать освещение и так далее, то следующий участок уже будет не 2 миллиона, а 3 миллиона стоит. И вот тогда мы можем уже понять, что за 3,5 миллиона их никто уже не возьмет. Вы местные? Да, местные. А такое ощущение, что с Москвы такие есть. Так говорят эксперты, формируется еще один мыльный пузырь в недвижимости. На волне ажиотажа или мечты о своем доме не все реально понимают, что они покупают. Например, село Шахи, которое расположено у нас рядом с городом Доронаума. Той точечной застройкой, которая происходит с теми людьми, которые приезжают, у нас начинаются определенные напряженные моменты с водой, с теплом. Люди хотят ездить по комфортным дорогам, люди хотят пить хорошую чистую воду, люди хотят пользоваться понятным, надежным электротепло- и водоснабжением. Закончено строительство нового детского сада в селе Кирсово. Кроме того, у нас появилась школа на 360 учащихся в селе Павалихо. Вскоре появится еще одна школа в селе Павалихо. Купив участок земли пять лет назад и обжив дом, сейчас люди требуют дорог, коммуникации, интернета, социальных объектов. А у сегодняшнего покупателя эти требования по умолчанию. Давление особенно испытывают Барнаул и близлежащие к нему районы. В Первомайском в прошлом году ввели 110 тысяч жилых квадратов. Мы это замечаем, увеличение доли домов, которые строятся уже по типовым унифицированным проектам. Постепенно мы уже можем говорить о том, что мы переходим к индустриальным методам возведения индивидуальных жилых домов. Это когда закладываются улицы, кварталы. По словам экспертов, сейчас в стране ищут способы решения инфраструктурных вопросов для частных домов. И разрабатывают ипотечные механизмы для таких объектов. Государство планирует и к этому идет уже развитие застройки за счет в рамках финансовых взаимодействий покупателей-застройщиков. Да, это аналог квартирного жилья, когда строятся дома, улицы, возможно, квартальная застройка. И в рамках вот этой работы ведется попытка создать механизмы скорого финансирования. Но есть и еще одна проблема. Оказывается, у нас в Алтайском крае земли нет и для малоэтажного строительства. К сожалению, нету банка этого земли, ни в муниципальных образованиях. Участники обсуждения не раз подчеркнули, что все эти годы сфера ИЖС в крае развивалась скорее вопреки, а не благодаря. Тем временем в регионе знакомятся с подходами к малоэтажному строительству в других субъектах. И судя по темпам, в ближайшем будущем снижение желающих купить свой домик в современной деревне меньше не станет. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Аграрный университет избавился от фекального недуга. Ассенизаторы перестали заливать фильтрационные поля, принадлежащие вузу. Однако черные ассенизаторы продолжают искать и захватывать все новые и новые территории. Наш телеканал уже неоднократно ловил за руку недобросовестных сливщиков. А в этот раз свеженькое озеро снова обнаружили в излюбленном ассенизаторами индустриальном районе. Подробнее в следующем сюжете. Вот они у нас квадраты. Лавласики октябрьские. То есть здесь мы перекопали. Так аграрному университету удалось избавиться от черных ассенизаторов. Напомним, фильтрационные поля, находящиеся в пользовании вуза, ежедневно сливали нечистоты, которые могли вызвать экологическую катастрофу и эпидемии. Нашими усилиями, усилиями, вот те, которые были приложены после тех репортажов и вами, и природоохранной прокуратуры, у нас вроде бы как затихло. Летом мы валим глину, валы делаем, чтобы туда не заезжали. А зимой вот сугробы надвигаем. То есть вот такими. Ну и с нами выезжаем, организовываем дежурство. У нас сейчас незаконного слива нет. Однако далеко недобросовестные ассенизаторы не уехали. То есть они сейчас просто на 150 метров дальше сливаются в полях. Вон погодите озеро. Вон дальше, если камера захватит. Так вот сколько здесь машин? Сколько десятков машин? Ну я думаю, десятки или сотни. Сотни машин продолжают опустошать прямо в рощу. А сколько по времени вот вообще одна машина примерно сливается? 5-7 минут. За 5-7 минут реально слить 10 кубов отходов и избежать штрафов. И, кстати, немаленьких. Так за неправильную утилизацию отходов ассенизаторам и пешникам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. А юрлицам от 100 до 250. Раньше было вообще по 500 рублей, поэтому никто и не стеснялся. Не жалко было отдать. Но сейчас более-менее прячутся. Напомним, сегодня в городе есть три официальные точки для слива нечистот. Однако очередей на них нет. Ассенизаторы пытаются экономить. Процентов 15-20 не свои экономят прибыль. Стоимость от 300 до 500 рублей с машины. Ну, то есть порядка процентов 20-30 максимум. Это расходы. Но здесь идет содержание точки, налоги и оплата в основном водоканалу. Ну, что составляет почти 50%. Не почти, 50%. Вы какую-то статистику ведете? Сколько машин к вам в средний день приезжает? Ну, это примерно десятая часть от всего автопарка ассенизаторов. А пока жители соседних поселков задыхаются от фекальных ароматов, свеженькие следы черных ассенизаторов продолжают растекаться по барнаульским полям. Поля-то большие, да? За поля льют, перед полями. То есть стараются там, где глаза меньше, и выливать. Но я думаю, что это проблема города. То есть, по сути, все на совести вот этих вот... Ну, конечно, кто за это отвечает. Ну, и самих ассенизаторов. Юлия Щепина, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. Предполагаемый политеховский маньяк Виталий Манишин просился на СВО. Об этом сообщают журналисты издания «База». Они выпустили фильм расследования. По их же данным, Манишин уверял, что его жертвы сами хотели близости и якобы садились в его машину без принуждения. Также якобы Манишин обещал девушкам решить их вопросы по учебе за интим. А убивал, чтобы не выполнять обещания. По данным авторов расследования, после ареста Манишин стал вести себя хаотично. Он сменил пять адвокатов, случайно проговорился о новых эпизодах и просил отправить его в зону СВО. И в продолжение темы СВО, но уже в более положительном контексте. Получил помилование и вернулся к семье. Приговоренный к 11 годам лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака Сергея Сиренко вышел на свободу. Президент России помиловал мужчину за участие в специальной военной операции. Наша съемочная группа встретилась с бывшим осужденным, который выжил, вернулся домой и теперь не по фотографиям наблюдают, как растут его дети. Подробнее смотрите в сюжете Валентина Аскеровой. У меня было огромное желание вернуться домой, увидеть сына. В 60 лет бы пришел, кого бы я увидел? Да никого. То есть я бы всю жизнь там провел. Да не было слов, просто кинулись друг к другу навстречу и все. Ну, по сути, два года не было, были, ну, виделись только через стекло. А здесь вот он, он стоит и передо мной, и насовсем, и навсегда. Жди меня, и я вернусь. Эти строчки и стихотворения Константина Симонова, написанные в Великую Отечественную войну, как нельзя точно попадают в историю Сергея Серенко и его супруги Маргариты. В 2021 году мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за контрабанду и продажу приправы для булочек кондитерского мака. За громкой историей следил весь Алтайский край. Сегодня к Сергею Серенко вновь приковано внимание телекамер. Вот только повод куда приятнее. Мужчина вернулся к семье, жене и маленькому сыну спустя два с половиной года после приговора. Мы постоянно ставили иконку, вот эти вот всякие вот штучки. Это тут все тоже я привез из Бахмута. Вот эти вот вещи и все, и как бы молились там. Лагерную одежду Сергей сменил на военную форму. Весной прошлого года подписал контракт с Министерством обороны и отправился на специальную военную операцию. Прошел обучение на полигоне, возглавил штурмовое отделение. В его подчинение было больше сотни осужденных со всего Алтайского края. Кто-то заболел, надо найти доктора. Кто-то там, кому-то спать негде, надо его куда-то устроить. Кто-то там не доел, кто-то не допил. То есть вот такие вот все, ну полностью быт. И сплотить как бы коллектив. Ну я за своих могу сказать, что все пацаны молодцы. То есть у нас вернулось как бы много, я считаю, что много. Сергей сам был дважды на волоске от смерти. В Маринке попал под авиаобстрел. В Бахмуте подорвался на Мини. 17 августа мы подорвались с сапером на МОН-50 на Мини. То есть ему оторвало правую ногу по колено, правую руку сломало. Он висел только на этих. Ну тоже практически оторвал ее. На мышцах там висело, на сухожилиях. Ну весь, конечно, он обожжен. Он присел. И получается, что он присел, он закрыл мне ноги. А так как мы очень близко стояли, осколки начали подниматься. И посекло мне только руки. То есть это прям осколки? Ну да, вот он у меня. Вот он, его видно. Вытащили один, который мне в локте мешал руку сгинать. Вот его вытащили. В сентябре у Сергея закончился контракт с Минобороны. Ему вручили едва ли не главный документ в жизни. Справку о помиловании за участие в СВО. Военным бортом мужчина полетел домой. Это было 4 утра, 24 сентября. Естественно, ночь. Естественно, сплю. Слышу такой прям громкий стук в дверь. Мила, я одна дома была. Подхожу, спрашиваю, кто. Тишина. Дверь открываю. Он стоит у меня. Аж сердце упало в пятки. Я, во-первых, даже сказать ничего не смогла. И, ну, у меня просто до речи пропало. Ну, вот. Было настолько неожиданно, что прям слов не было. Домой Сергей вернулся похудевшим. С 90 до 60 килограммов. Постепенно мужчина возвращается в прежнюю форму. Много времени уделяет семье, особенно сыну. Который хоть и сразу узнал папу, но все же немного отвык. В планах у воссоединившейся семьи достроить дом, организовать общественный совет по поиску пропавших без вести в зоне СВО. А на вопрос, о чем Сергей мечтает больше всего, отвечает, что у него уже все есть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе барнаульцы в соцсетях страстно обсуждали маленькие яйца. В магазинах города появились яйца по низкой цене, но их размер мини, что смутило жителей. Первые сообщения о том, что в Барнаул завезли дешевые яйца по 70 рублей за десяток, в соцсетях появились накануне. Но радость о цен была недолгой. Горожане довольно быстро изучили новинку и разочаровались. В стандартной по размеру упаковке оказались яйца третьей категории, то есть очень маленькие. А через сутки оказалось, что 70 рублей за десяток. Эта цена по скидке. Цена поднялась до 93 рублей. А тем временем в Центральной России на полках магазинов уже появились импортные яйца. Накануне в Россию завезли очередную крупную партию из Азербайджана и уже несколько поступило из Турции. Но вот до Сибири зарубежные яйца пока так и не добрались. Объемы производства некоторых пищевых отраслей в Алтайском крае снизились. Но при этом показатели были лучше, чем за последние 10 лет, отметил на днях на выездном совещании начальник управления региона по пищевой промышленности Александр Большаков. Индекс промпроизводства в прошлом году по пищевым продуктам составил 110%, по напиткам – около 100%, по лекарственным средствам – 112%. Тем не менее, с производством некоторой продукции были сложности. Так, ситуация по переработке молока с точки зрения падения цены и затоваренности складов сложилась крайне неприятно. Доходило до 10 миллиардов рублей на складах. Плюс здесь было наложение, что в прошедшем году Минсельхоз уменьшил лимиты на одного заемщика льготных кредитов. То есть, если в 2022 году это было 900 миллионов рублей, то в прошлом году было 600. И это все наложение спровоцировало то, что на складах запасы большие, оборудованных средств не хватает. По словам Большакова, в прошлом году рынок падал с апреля до августа, поэтому ситуация была сложная. Сейчас она улучшилась. Кроме того, пояснил на выездном совещании начальник управления пищевой промышленности, за 11 месяцев 2023 года в регионе увеличили число экспортной продукции. Прибыль по экспорту составила более 500 миллионов долларов, что на 15-20% выше, чем в 2022 году. На этой неделе нашему корреспонденту попалась интересная статистика. 122 случая засорения канализации зафиксировали специалисты Барнаульского водоканала за 10 праздничных дней. Несмотря на то, что каникулярный пик пройден, вызовы о забившемся туалете продолжают регулярно поступать. Данил Кузнецов продолжит. Такими последствиями может грозить забившийся туалет. Особенно часто унитазы засоряются во время новогодних праздников. За 10 дней каникул специалисты Барнаульского водоканала выезжали на вызовы по очистке канализации 122 раза. Чаще всего за период этих новогодних праздников вытаскивали с канализации салфетки. И также категорически нельзя сливать жир в канализацию, потому что наседает на трубах и к нему прилипают остатки пищи, бумага и все остальное, что не должно находиться в канализации. Чего только не видят унитазы помимо новогодних салатов. Главное правило – нельзя выбрасывать предметы, которые не являются биоразлагаемыми. Например, подгузники, кошачий наполнитель, ватные диски и палочки. Зато обычную туалетную бумагу, хоть и нежелательно выкидывать, но допустимо. Если это влажный рулон, то на упаковке будет указано, можно ли ее смывать. Что самое странное смывали в унитаз? Самое странное, короче, дело было так. Я однажды что-то готовил, готовил какую-то еду, макароны, по-моему, какие-то. Я, короче, смывал, смывал. Я там сам выгребал это все в пакеты обратно выносил. Самое странное, это петарда была. Да ладно? Да, но ее можно смыть один раз всего. Если все же серьезная авария случилась, а под рукой есть вантус, то пропихивать им засор – сомнительная идея, поскольку мусор может уйти дальше по трубам, тем самым преградив доступ к туалету всем жителям дома. А если управляющая компания плохо работает и не своевременно обслуживает сети, то фекалиями может затопить подвал. Поэтому лучше в случае засора все же обратиться к специалистам. Даню Кузнецов. День с толком. И в завершении выпуска. На этой неделе во всех вузах и колледжах края отметили День студента. И мы решили узнать, что же сегодня больше всего волнует учащихся. У нас проблема со столовыми. Если ты перехватишь какую-то булочку, то это счастье, которое тебе упало с небес. А так, ну, хорошо покушать уже не удастся в это время. Ну, работу найти тяжело сейчас. Особенно студентам. Вот, ну, стараемся. А как выкручиваетесь? Где работаете? Ну, как бы подрабатываем в основном. Где-то на стройке, где-то, ну, в доставке бывает. Зубы лечить. Зубы. Это связано с тем, что стипендии низкие, например? У меня вообще нет стипендий. Я плачу платник. У меня платное обучение. Очень мало профессий, специальностей, направлений, где есть бюджет. Скажите, а сколько год обучения обходится? 120 тысяч. Вначале было меньше, но с каждым годом они поднимаются. А готовы к трудоустройству? На этот счет, кстати, беспокоюсь очень сильно. Я думаю, что я все-таки в Барнауле поступать вряд ли на высшее образование буду, но по этой же специальности буду двигаться, но в других регионах. И нам негде посидеть, и приходится просто стоять. Вот такие у нас проблемы. Было бы славно, если бы нам поставили хотя бы один или два диванчика на четвертый этаж, корпус Д, вот, Димитрова 66. Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok